Виталий, приветствую вас. Да, приветствую. Начать наш сегодняшний с вами разговор. Хочу вот с какой информацией. Штаб Бориса Надеждина собрал уже 100 тысяч подписей, которые необходимы для регистрации политика в качестве кандидата на выбор президента России. На днях мы видели, какие очереди были в эти штабы для того, чтобы люди поставили свою подпись. Но вот буквально сейчас буду цитировать вам телеграм-канал Александра Невзорова, а вы поделитесь своими размышлениями на этот повод. О чем пишет Невзоров? Он говорит о том, что антивоенность, на которую, собственно говоря, свою предвыборную программу строил Надеждин, это миф и это блеф. И приводит прямые цитаты из сегодняшнего интервью Надеждина. Зет-патриоты говорят, мол, Надеждин все сдаст, и Крым, и Донецк, ничего я не сдам. Я буду по максимуму отстаивать интерес России. Не будет никаких репараций. Германия оплатила их, потому что проиграла обе мировые войны, а Россия в этом конфликте не проиграет. Это невозможно. Прямую стату Надеждина приводит Александр Невзоров. О чем это все говорит? Так все изначально была игра? В антивоенность, оппозиционность? Ну, я, Надеждина, знаю давно. И я даже не сомневаюсь, что ему война не нравится. Я не сомневаюсь, что он хотел бы какого-то нормального демократического будущего для страны. Но в данном случае неважно, как он эту антивоенность демонстрирует. Ее нельзя демонстрировать так же, как за рубежом. Потому что за слово «война» тебя посадят. За любые другие высказывания ты попадаешь под разные статьи Уголовного кодекса. Поэтому просто вы должны понимать, что на это нужно сделать поправку. Ну и опять-таки это все равно ничего не значит. Потому что это изначально все игра. Даже не игра. Это как бы безматерного слова-то сказать. В общем, это не выборы никакие. Это узурпация власти имени Путина в очередной раз. Но очереди состоят из живых людей, которые вышли даже не за Надеждину. Он не является их там кандидатом мечты. Они вышли для того, чтобы ну хоть как-то продемонстрировать свое отношение к Путину, к войне и к происходящему. Они бы ставили подписи за себя. И вот это как раз надо поддерживать. Я думаю, что у Надеждина нет шансов быть зарегистрированным. Потому что все-таки даже для Кремля это слишком жесткая антивоенная позиция. Для нас, понятно, она слишком мягкая. Но я понимаю, почему. А Кремль такое вряд ли может допустить в рамках этой кампании. Потому что вы видите, как очень быстро идет мобилизация всех противников войны. Вот смотрите. Надеждин сказал сегодня, да, заявил, что собрано 100 тысяч подписей. Даже больше. Я думаю, что уже больше, да. И очереди уже несколько дней продолжаются. И 150, я думаю, он соберет. Просто где-то он собрал с перебором, где-то он не добрал. Там еще очень важно, чтобы ты в каждом регионе собрал определенное количество. Очевидно, что у него в основном крупные города. Москва. Значит, буквально неделю, по-моему, назад, или сколько-то дней назад, Турчак заявил, что за Путина собрано миллион. Да, значит, тогда получается, что если Надеждин со своими очередями набрал 100 тысяч, у Путина должны были быть очереди в 10 раз длиннее. Вопрос. Мы видели эти очереди? Ну вот вы видели очереди сборщиков, так сказать. Там интересная история была. Дмитрий, телеграм-финал, об этом писали, когда перенаправляли в штабы за Путина тех, кто хотел свою подпись поставить за Надеждину. Эта история, кстати, была. Ну, в общем, за Путина никаких очередей не было. Да, и это для Кремля проблема. Потому что за Надеждина, да, который там больше 2-х процентов, 3-х не набирал в последнее время, ни на одних выборах. Да, и вдруг к нему приходит людей больше, чем к Путина. Ну, очевидно. Значит, ну, это, конечно, пощечина. Действительно, такая серьезная пощечина от гражданского общества, которое Путин получил. Вот. Во-вторых, значит, если люди готовы объединиться вокруг Надежды, неважно, они вокруг манекена готовы были бы объединиться сейчас, то такой кандидат в любом случае опасен, потому что есть голосование за Путина и будет голосование против Путина. Просто Надеждин более-менее, ну, а нормальная кандидатура, да, за которую, ну, по крайней мере, не так уж стыдно, как за всех остальных. Именно поэтому Кремль его никуда не пустит. Вот увидите. Осталось несколько дней понождать. Так что это протест против Путина, это не группа поддержки за Надеждиной. Здесь не нужно, как бы, обманывать себя. Невзоров, я не знаю, он отчасти прав, потому что Надеждин не является прям вот в чистом виде таким прям настоящим оппозиционером, которого там преследовали. Он, скорее всего, даже имеет какую-то поддержку в каких-то кругах. Ну, что, собственно, и неплохо, да. Это же ведь путь к раскову элит. Вот. Но очевидно, что Надеждин, если будет зарегистрирован, будет говорить, почему война – это плохо, что ее надо остановить. Ну, в рамках возможного будет, конечно же, говорить. Так как нам с вами не понравится. Ну, для избирательной кампании это имеет значение. Я очень рад, что такая движуха есть. Очень рад, что мы увидели огромное количество людей, не согласных с войной Путиным. Вот. Важно было их показать. Это единственная сейчас форма легального протеста, за которую не посадят. Хотя люди все равно рискуют. Их снимали на камеры. Наверняка потом кого-нибудь уволят, кого-нибудь отчислят из университета. Но наличие очередей говорит о том, что запрос на перемены в обществе – это очень высокий. Просто нет пока легальных инструментов, как этот запрос реализовать. Дмитрий, вы говорите о том, что очевидно, возможно, у Надеждина есть поддержка вверха. Что-то подобное говорили о Гиркине, когда он такие прям очень жесткие высказывания в адрес Путина произносил. Ну, и вот сейчас российские прокуроры уже просят приговорить Стрелкова-Гиркина почти к пяти годам колонн. И в СИЗО он там тоже заиграл в своем желании баллотироваться на постпрезидента. Скажите, пожалуйста, а с Надеждином какие возможны формы борьбы? Если это не нравится, кремлевская война. Какие же могут быть? Все то же самое. Просто Гиркина поддерживали тех, кто хотел воевать лучше, качественнее и так далее. А я думаю, что на стороне Надежды, ну, по крайней мере, тех, не то, чтобы его поддерживать, ну, ему симпатизируют, скорее всего, те люди, которые хотели бы войну закончить. Такие же есть во власти. Но если решение принято, то вряд ли они на что-то повлияют. Потому что командуют всем силовики, и явно для них Надежда на человек чужой. И по взглядам, и по происхождению. Поэтому если будет задача его закрыть, они его закроют. По поводу антивоенных протестов. Возглавляемые протесты с женами мобилизованных, некоторые эксперты говорят, что их сложно назвать антивоенными, потому что они просто просят ротации, просто просят, чтобы их мужей вернули домой. Но вот издание «Таймс», оно все-таки классифицирует эти выступления как антивоенные протесты, и пишет о том, что все чаще они становятся, прямая цитата, с занозой в заднице для Кремля. Скажите, пожалуйста, вот эти выступления жен мобилизованных в России, они могут действительно перерасти во что-то массовое и во что-то действительно в прямом смысле слова антивоенное? Думаю, конечно. Просто не сразу. Изначально это бунт на коленях. Верните наших, отправьте других. Сейчас они уже говорят про ротацию, а многие говорят, а зачем нам эта война? Или, например, в Башкирии протест, когда там женщина вышла и сказала, ребята, возвращайтесь, нас власти обижают, что вы там делаете? Это все такой процесс эволюции протеста. Он начинается с какой-то решением личной проблемы, а потом, когда ты не можешь свою личную проблему решить, ты политизируешься, начинаешь понимать, что суды не те, силовики бесчинствуют, эти жируют, эти не работают, институты, те не работают. Надо менять систему. Но для того, чтобы эволюционировать до стадии политического процесса, надо, видимо, пройти какие-то ступени. Поэтому это заноза, но заноза, она же не смертельная. Чтобы заноза превратилась во что-то там более основательное, нужно, видимо, время. А много времени нужно по состоянию на сейчас? Ну, это зависит от разных факторов. Да, черный лебедь, военное поражение, еще что-то. Какие-то, ну, не знаю, там, внешний фактор, видимо, падение цен на нефть, экономический кризис. Все влияет. Мы здесь не можем загадывать, потому что никто не мог предсказать бунт Пригожин за несколько дней до этого бунта. Все будет происходить быстро и неожиданно в России. Поэтому что загадывать? Вы общаетесь с западными политиками, а насколько они, вот, оценивают и верят ли они, ну, во-первых, какие-то массовые протесты, а во-вторых, в то, что может появиться этот черный лебедь? Никогда в массовые протесты никто не верит. Они всегда наступают неожиданно. Никто не верил в массовые протесты одиннадцатого года на Болотной площади. Никто не верил в массовые протесты в Белоруссии. Мы же не знаем, что будет триггером. Вот сейчас надежды не пустят, а люди, может, озвереют. Да, стояли в минус 40, подписывались за него, а его не пустили. Значит, может быть, с удвоенной силой пойдут голосовать против Путина. Там будет фальсификация. Они, может быть, будут массовыми и заметными. И что будет дальше, не знаю. Массовые фальсификации теоретические. Вот какой вы процент даете на то, что они могут перерасти во что-то, что, условно, назовем Болотная площадь 2? Я думаю, что будет все более жестко происходить. Болотная площадь это мирный протест. Это люди с шариками, белыми ленточками. Я думаю, что мы этот поворот все проехали. Впереди будут жесткие протесты, противостояния, силовые противостояния. Да, либо очередная табакерка, когда просто мы наутро узнаем, что Путина больше с нами нет. Только без сказок про двойников. А реально, когда исполняющим обязанности станет премьер-министр, им будет отведено ему выпадет честь сообщить о гибели президента или смерти или еще чем-то. Ну, что-то подобное будет происходить. Рассмотрим этот сценарий и что дальше? Ну, вот условно Мишустин сообщает об этом и какие процессы? Дальше запомнили. А дальше раскол будет во власти будет раскол на силовиков и на тех, кто захочет европейского, скажем так, пути развития дальше. Если наверху окажутся сторонники примирения с Западом, значит, они будут вынуждены делать ставку на гражданское общество, выпускать политзаключенных, раскручивать обратно гайки, останавливать войну, договариваться с Западом. Вот это наиболее вероятный путь. Только этот процесс будет занимать какое-то время. Не быстро все это будет происходить. Я помню, значит, при Горбачеве через три года только освободили там политзаключенных. Это скорость процесса. Дмитрий, вот вы говорите о том, что Болотная 2, в ее чистом виде повторение невозможно, потому что тогда было мирно, сейчас, если такое будет, это будет силовое противостояние. Вот в этой части тоже хочется пояснений, потому что то, что мы видим, Росгвардия, она вооружена до зубов. Означает ли то, что если такое силовое противостояние будет, то часть силовиков, они перейдут на сторону протестующих? Нет, не так будет. Будет одна часть элит воевать с другой частью элит. И силовики, так сказать, тоже разделятся, да, на разные лагеря. Ну, условно, как бунт Пригожина начинался, да, армейские шли, по сути, да, а с другой стороны, силовики, которые решили вообще не ввязываться. Потому что, когда у тебя есть оружие, и против тебя мирные протестующие, ну, ты тогда можешь делать все, что угодно. А когда у тебя оружие, там оружие, ну, все просто уйдут куда-то в сторону. Никто не захочет за Путина погибать. Он не является там лидером фанатиков. Да, он является, ну, как бы, вот, некими продуктом определенных обстоятельств. Да, вот он во главе, он царь горы. Ну, окей. Если это не представляет для нас какого-либо риска, да, мы готовы мутузить, сажать в автозаке, там, бить кого-то на площадях. Ну, а если там могут стрелять, то уж Владимир Владимирович без нас как-нибудь. Поэтому, когда Пригожин захватывал регион, на никто не сопротивлялся. Пригожин-2, в чьем исполнении возможно сейчас? Возможно ли в принципе? Что угодно может произойти. я думаю, что будет не так, а как-то по-другому. Ну, просто так силовики на сторону народа не переходят. Как правило, гражданское общество, народ тот самый, гражданское общество назовем, это один из инструментов, да, прихода к власти. Какой-то группы, которая вынуждена будет с народом, с гражданским обществом считаться, если захочешь получить его поддержку. Тогда да, в этом случае, если будет наверху раскол, то силовики в принципе будут действовать мягко и осторожно. Они же бесчинствуют тогда, когда элиты монолитные, когда ты можешь кого хочешь убить, сломать ногу, посадить, тебе ничего за это не будет. А когда там наверху непонятно, кто победит, ты начинаешь думать, я сейчас кому-нибудь сломаю что-нибудь, а завтра я буду на скаме подсудимых, и я знаю, что из себя представляет российская тюрьма, не хочу я там оказаться. Так вот будут думать все силовики. Они смелые, когда против мирных людей, когда есть приказ, и когда с другой стороны нет какой-то силовой составляющей, то ты можешь делать все, что угодно. Большое количество частных военных компаний, оно как раз косвенным свидетельством является того, что каким-то подобным сценарием российские элиты и российские бизнес-структуры уже готовятся. Но еще вот с вами хочу поговорить о чем Дмитрий. Оппозиция, которая сейчас, российская оппозиция, которая сейчас за рубежом. Вот какие планы на 2024 год перед собой ставят? Планы и задачи. Ну, первый план сейчас посмотреть, что будет на хотелось сказать на псевдовыборах. Но вы же будете противодействовать тоже как-то этому. Конечно, я думаю, что большой потенциал у протестного голосования. Это не участие в выборах, это просто использование этого повода, когда государство находится в зоне такой повышенной политической турбулентности, да, расшатать. Чем больше людей пойдут портить бюллетени, голосовать против, в очереди выстроиться на избирательном участке. Вот, тем сложнее будет власти обеспечить правильную картинку. Им нужно будет тогда хватать, арестовывать, задерживать, фальсифицировать, да, и вся страна увидит, что победа липовая. А если победа липовая, даже если Путин себе нарисует свои 86%, то легитимность утратит. Вот как бы оттуда и будем бить в эту точку. А кто там будет? Надеждин, Пупкин, Иванов или кандидат против всех в виде испорченного бюллетеня, ну посмотрим ближе к выбору, псевдовыборам. А легитимность на этих псевдовыборах Путину нужна для того, чтобы еще раз самоутвердиться перед российскими элитами или для того, чтобы что-то показать Западу? Какая у него поддержка? Для того, чтобы спокойно еще 6 лет управлять страной, без всяких вопросов к его очередному сроку со стороны общества, страны элит, страны Запада. В Давосе звучала фраза о том, что даже 12 лет еще подряд теоретически он может управлять в России. Ну, если он в 30-м году такую же спецоперацию выборную проведет туда, ну, я думаю, вряд ли у него это получится. На чем в 2024 году будет держаться российская экономика? на нефть продажа нефти. А если не упадут? Если не упадут? А если вырастут? Пока выросли и растут. До 30-го года я пока не вижу каких-то предпосылок, чтобы все рухнуло очень сильно. Но даже если упадет до 20-ти, там все равно запасы есть на пару лет. Эти средства непосредственно на войну будут выделяться? Либо я о чем хочу вас спросить? На поддержание социальной сферы в бюджете предусмотрены средства? Коммунальный коллапс, который мы наблюдали, он как-то вспыхнет или нет? Или будут все-таки чинить сети, показывать, что деньги на это есть? Сейчас уйдем в экономические дебри, потому что несмотря на высокие военные расходы, в принципе денег достаточно, чтобы платить зарплаты тем же учителям, врачам, бюджетникам. То есть все равно индексация пенсий происходит, нет такого прям, что доходы очень сильно упали. Они может быть чуть-чуть стали меньше с учетом инфляции, но индексация происходит. Денег-то много, нефть продается, и покупается, и цены очень высокие, выше, чем в заложенном бюджете. Плюс, когда деньги идут на военные расходы, надо понимать, что это тоже идет не только для производства, в производство ракет вкладывается, которые улетают, и все. Это заводы, это предприятия, это зарплаты, люди люди в некоторых регионах, где есть предприятие ВПК, стали жить лучше. Потом люди получают зарплату, они понесли эти зарплаты в магазины, в рестораны, на рынок, там есть приток этих денег, то есть, это все равно в рамках рыночной экономики все происходит. Ну, понятно, что они будут сокращать на медицину, на образование, на науку, да, будут сокращать инвестиции, но это не будет выглядеть, как вот вчера было все, а сегодня ничего. Ну, это будет вот постоянный секвестр, там, здесь 10%, там 5%, ну, примерно так это все будет. Ну, что ж, следим за развитием событий. Дмитрий, я благодарю вас, что на плоте время и возможность присоединяться к нашим стримам, всегда вас рады видеть на канале сейчас. Да, взаимно, счастливо. Дмитрий Гудков, российский оппозиционный политик, был разумен с нами о цей пород. Рада ценно наших глядачей закликаю не забывайте поддерживать это видео своими лайками и комментариями, и так же не забывайте подписываться на канал сейчас, в родной связи с вами. Наши глядачи для нас очень важны, и в такой способ будете оперативнейше отримать всю интересную информацию от наших гостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова